Супер пуш по центру, который ВП просто не предвидели, и ситуация крайне тяжелая. Опять же, дальние дистанции, здесь Юспы, преимущество за ДГ, и без шансов, да, без шансов, убивание с парапета, плюс КТ, по-моему, вот что скажешь? Жестко? Скажу изи. Вообще изи было, они просто пришли и убили всех игроков команды Virtus.pro, но те не ожидали поджима в спину. Ну, действительно, были готовы вот к этому проходу по длине, экс КСГЛ, и поляков просто закрыли в замок. На момент прохождения на Аплэнд уже по ним стреляли в спину. Ну, короче, действительно, КСГЛ то ли прочитали, то ли действительно знали что-то. Готовый раунд, ох, да, с два, да, с два для поляков из Virtus.pro может стать действительно нерешающей второй картой, и мы, возможно, будем смотреть. Я просто за экшен, я за замес. Ну, на самом-то деле, вот мы не видели, знаете, супермоментов на первой карте. Ну, как, они были, но их было мало, и в основном их делали те лица, от которых этого ожидал. Ну, это было ожидаемо. Да ладно, из Z1 неплохо раздавался ВП от него. Действительно, я лично такого не ожидал. Паша бицепс включался неоднократно, с Next также зажигал. Короче, вот мне Mirage понравился. Так, ну что ж, уже второй минус проходит в этом раунде. Опять же, Virtus.pro решили после установки бомбы сыграть строго, а не закупиться на третий раунд. Взяли только P250. И то не все. И то не все, да. Ну, все подходит к концу в этом раунде. Бьоли, правда, здесь услышал нижний темный, пытается выиграть эту перестрелку, но Маузинио не отпускает 2-0. Маузинио, кстати, по статистике, по-моему, является чуть ли не основным их бомбардиром. Ну, в матчах в интернете мы в этом убедились еще на стадии отборочных, где, кстати, опять же, с CSGL их не прошли. И в первого раза уступив своим соперникам, мы сыграли, кстати, очень такой, знаешь, специфический 2-0. Вот просто там 5 на первой карте, 3 на второй, и что было не так, непонятно. Итак, уже в третьем раунде у СЗПРа появляется та самая снайперская винтовка, с которой он постарается огорчить игроков команды Virtus.pro. А вот минус это или плюс? Узнаем прямо сейчас выбивание и ретейк длины от команды DG. Размен от Паши Бицепса без шансов закрывает двух игроков защиты. И неплохо там стил за своего капитана. 3 в 4. Вот, знаешь, видно по этому матчу, насколько серьезно Бицепс относится к этому противостоянию. Так, ну вот серия ошибочных действий на длине дальше происходит. От Virtus.pro знают они о том, что играет сейчас из-за плантази Переса. ВП, хороший зум, отличное убийство 1 на 1 против Снекса. И здесь, по-моему, вот, знаешь, на крючке висит сейчас Снекс, но мажет за Переса. Как задергал. Вот действительно мастерски. Выходил из сверху и снизу, и слева, и справа. И в итоге раунд забрал для Virtus.pro. Почти. Ну, знаешь, на самом-то деле там почти удалось сделать минус Савика. Просто вот потерялся, опять же. Мало опыта. Тут больше опыта у Снекса просто. Ну, да. Опять же, Снекс в ситуациях 1 на 1, 2 в одного всегда демонстрировал. Четко понимаешь, что у соперника АВП и рано или поздно вот нервы сдадут, и он выстрелит. Снекс дергал, дергал, дергал. Но на самом деле выдержка второго поляка также на высоте. Держался до последнего. Я бы, наверное, даже, знаешь, отметил такой момент, что технически Снекс, наверное, самый такой серьезный у Virtus.pro. Ну, именно в плане техники, потому что действительно пикантные моменты от него вот все чаще и чаще происходят. Ну, а где-то примерно года два назад, если вы помните, он также был определенно хороший. Кстати, состав тоже этот достаточно долго, ну, как бы критиковали. Критиковали, 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 но все равно ребята пока что еще удерживаются. Итак, раунд начинается с первого минуса от Паши Бицепса. Нео на Б-планете подвалил миниса со скаутом, и вот оно занятие базы боя, и солидный раунд для Virtus.pro. Маузини и Сперо попробуют сыграть сейчас вместе с туннелями. Один игрок остается по-прежнему на планете, чтобы убить номер ноль. Это Паша Бицепс, вот интересно, убьет. Нет, да, все, закрыли Пашу на длине, ну, и ДГ показывает всеми действиями, что хотят сохранить оружие. А вот Ази Перо остается не просто так. Так, в руках его МАГ-7, и как раз таки с этим девайсом он постарается подфармить. Еще раз напомню, за убийство с МАГ-7 награда в 900 долларов. Солидный куш можно сорвать. Ну, как раз, кстати, для дропа было бы полезно убить с МАГа АК, подобрать АК, плюс дроп, экономить 3000+, будет в итоге. Ну, это если там гранаты не учитывать. Кстати, вторые арморы, вот у Зипера второй армор, что тоже весьма интересно. Все остальные с первым. Ну, опять же, знаем мы, что здесь против АКМов без разницы, какой армор. Но, на самом деле, любые средства хороши. Что ж, сейвит три девайса. И пока что вот повтор от Зипера, где он, в принципе, неплохо справлялся со своими обязанностями. Вот этот минус был действительно одним из шокирующих для Virtus.pro. Едва-едва все не сорвалось. Ну, и посмотри, 2-2. 2-2 пока сложно сказать, у кого здесь будет перевес, и какая сторона кому здесь удобнее. Ну, что самое главное, напряжение на карте остается. К СГЛ сохранили 3 оружия, и эти девайсы постараются в этом раунде реализовать максимально жестко. Итак, ВП уже находится в парапете вместе с бомбой. Кстати, очень быстро отыграли. Вот этот момент упустили ДГ, и, возможно, атака с парой еще будет непредсказуемой. Давайте смотреть митчу на перетяжке. И здесь уже двое в паре. Работают ребята очень эффективно. Паша плюс стас, в принципе, не дают шансов митчу. Кстати, это тот самый момент, о котором мы говорили на первой карте, то, что Virtus.pro действительно действует динамично. Вот они не простаивают. Они чувствуют, что эта позиция где-то ослабилась, они моментально продавили. Вышли на плент, установили бомбу, при этом сбрили митчу, и у КСГЛ просто выбора нет. Опять-таки же, надо сохранять свое оружие и, возможно, при этом забирать игроков команды Virtus.pro. Все-таки, опять же, опыт поединков на этой карте Virtus.pro все еще остался. Но с учетом того, что в национальном первенстве парни часто встречаются, я думаю, как ты любишь вот отмечать, на опыте парни могут просто поймать свой кураж, свою игру и вполне себе спокойно проходить дальше по сетке. Ну, опять же, победитель будет в гранд-финале. Пригравшая команда окажется соперником команды Na'Vi, которые сегодня обыграли GodSend, которые сегодня обыграли HellRaisers, Muzinho, Innocent. Ну, вот какие-то, знаешь, два сейва, которые показывают сейчас, что ДГ что-то боятся. Боятся, не уверенно. Ну, знаешь, тут не больше страх, здесь больше действительно правильное решение. Ведь сохранить кольт стоимостью 3000 долларов приблизительно. Ну и армор тяжелый, также 1000 долларов, при этом есть граваты, это уже успех. Итак, закидка длины. Ну, был первый спот, и, видимо, это спот Таза, хотя защита уже прошла, и ребята заняли весьма эффективные позиции. Хитрый момент под флешки, Innocent сейчас может здесь перевернуть всю длину. Ну, на Virtus.pro снова действует в паре просто по-братски, по-братски. Знаете, что это называется, они готовы к этим выпадам, агрессивным выпадам от Добрый Гейминг. Ну, вот опять же, такие скиловые приемы, пока ОДГ, да, действительно, не проходят. Но вторая попытка, Минис в паре с тиммейтом. Кстати, посмотри, как мобильно стоит защита XKSGL. Действительно, парни, вот как только пошел выход на длину, два игрока с Бэплантом моментально стянулись и были готовы помогать своим тиммейтам. Ну, вот сложный момент сейчас будет для Virtus.pro 2 в 2, Маузиню плюс Минис, нестандартная немножко подсадка. Я бы назвал это чудеса, тимплея. Ну, да, импровизация, импровизация, и самое главное, эффективная. Но, опять же, перекрестный огонь от ВП и бомба по длину не дает возможности ДГ отыграть максимально продуктивно 2-4. Да, вот знаешь, раунд за раундом Virtus.pro показывает, что на втором тесте они действительно умеют играть. И это не какой-то такой трусливый, боязливый Counter-Strike. Это действительно агрессивный, мощный, с какой-то идеей. Да, да, ну, может быть, готовили. Вот мы с тобой опять же обсуждали этот странный момент по пику, что вроде бы как и... Вау! Вот так вот. Это не Солик, это Снекс. Да, уже вчетвером будут продолжать действовать ребята из XSGL, а судя по тому, с какими напорами бежали на бой, видимо, планировалась Аркада. Ну и к ней тоже готовы. Посмотри, гранаты, флешки не дают Маузу вообще зайти к дыму. Кстати, по-хитрому играет. Так, Бьоли. Ну, справится ли он здесь с мичу? Справляется. Хотя попадает, и попадает весьма неплохо. Ну, и давай смотреть за финальным выходом, который сейчас, кстати, идет на точку B. Здесь у нас ЦЗ от Мауза и только лишь один единственный фраг. Вот снова мы видим ту же картину, что Virtus.pro действует связками 2-2-1, и каждая парочка игроков умудряется выигрывать перестрелку на максимум, даже если они стоят в численном равенстве на точке. И даже если проигрывает, то тиммейт, который идет на размен, действительно делает свою работу безупречно. Итак, из ЗПРа один против четверых, в попытке найти хотя бы минус в этом раунде, постарается реализовать свой дигл. Оу, ну недолго музыка играл для него, опять же постарается, и реализация не для него. Ни сегодня, нет для него. Что ж, ждем девайсов. Ждем девайсов от ДГ, потому что именно девайс на раунд нам все-таки покажут, насколько парни серьезно настроились на ДАЗ-2. Кстати, за кем остался сайдпик? Освежимую память. Добрый гейминг, забрали ножи, выбрали сторону защиты. Интересно, и походу Виртуз ПРа были к этому готовы. На самом деле, для меня это самый сложный выбор. Есть две карты, Кобблстоун и есть карта ДАЗ-2. Выиграю ножи, если бы спросили меня, за кого начинать, я бы сказал, не знаю. Выбирайте сами. Да, действительно, здесь абсолютно все равно. Вообще ДАЗ-2 это, наверное, самая сумасшедшая классика жанра в этой дисциплине. Мы все прекрасно любим эту карту, мы знаем, что именно на ней разворачиваются ваши баталии в матчмейкингах. Так, а вот это уже интересно. У поляков те, что добрый гейминг, появляются две снайперские винтовки, и это может пагубно отразиться на взятии их раундов. Да, но Б-плэнд все равно под контролем сейчас игроков атаки, несмотря на позиции, которые, в принципе, были перспективные для приема. Вопрос, как выбивать с двумя ВП? Ну да, минус мобильность. В итоге Снекс отрезает мячу, и уже выбивания с тэшки не будет. Игроки ДГ втроем находятся под дверью. Ну и если по одному пойдут, будет тяжело. Вот тут прострел из Зи первого Пашу Бицепсу ликвидирует. Хороший, хороший был сейчас прием. Иноцент подбодрил минус. Снекс один в три остается Бьеле на ровном месте. Игроки команды Virtus.pro не удерживают Б-плэнд. И счет становится 3-5. Да, вот казалось бы, в комфортной ситуации оказались Virtus.pro. Тем не менее, ошибка Пашу Бицепса, который отдал... Хотя вот там до конца непонятно, из Зи первого постарался изрядно или отдача от Паши Бицепса? Зи первого, скорее всего, потому что прострел был действительно неожиданный. Ну, ты видел, какая была позиция и как стояли вообще ВП. Зи первого просто понимала, что если не он, то больше будет некому. Ну и тут после этого фрага, естественно, и Иноцент сразу же включился, потому что была попытка перетяжки в планте. Подловили. Подловили, хорошо, молодцы. 5-3. У Virtus.pro уже 5. Им надо... Сколько им надо в атаке, я не знаю, но... Будьте бы закладывать, что не меньше 6 они хотят взять. Я бы сделал ставку на 8-7 в первой половине. Такой скользкий специфистический счет. Самый стандартный интригующий счет. Да, да. Но вот опять же, но и с таким счетом все может закончиться быстро во второй половине. Если команда, у которой 8, берет пистолеты, то там, да, там можно будет очень быстро все закончить. Итак, что же Virtus.pro придумали в этом раунде? Как видим, четверка игроков находится уже под выходом зигзага. И они готовы удивлять. Ошибка от Innocent'а на длине. И за считанные секунды Virtus.pro возьмут просто в капу. Ого! Вот это было жестко. Мичу пытается единственной противостоять атаке команды Virtus.pro на Аплэн. Точка зачищена 3 в 2. И вот это бьёли. Вот это жесть. Да, действительно, образцовая атака получилась у Virtus.pro, но, опять-таки же, за счет действительно сумасшедших минусов отбьёли в этом моменте. Итак, ну, надо не отпускать Мениска, правда, количество дыма. Менис и забирает его Нео. Лучший игрок десятилетия не дает уйти на сейф и унести АВП. Ну, экономический крах ожидает команду ДГ. И, знаете, это такой звоночек для этих парней, что все-таки к соотечественникам надо было готовиться лучше. Ну, опять-таки же, к тому, чего... Я не знаю, как можно было быть готовым к тому, что Virtus.pro оставят в пике второй The Dust. Как можно быть готовым к тому, что... Да, добрый гейминг воспользовались моментально этой возможностью. Но чего ожидать соперника, они абсолютно не знают. Ну, мне кажется, что здесь еще и моральная составляющая. Может быть, я не утверждаю, но, возможно, моральная составляющая немножечко под присел у ДГ после игры на Мираже. Потому что, казалось, игра вроде равная, но, опять же, вот, как ты говорил на ОООО, ВП просто отыграли свои раунды и не отдали их. Итак, в очередном раунде Virtus.pro просто на ноге выносится на базу B, устанавливают бомбу и забирают, наверное, седьмой раунд. Вряд ли что-то добрый гейминг придумают здесь с пистолетами в руках. Так, что-то ТАСС погорячился немножко, подарил КМ. Три в четыре еще есть два пистолета. Ну, Сперра, на самом-то деле, нужна помощь, он уже получит тиммейт в медле. А вот эта вот позиция от Кубски, она, походу, сейчас парализовала всю идею, которую хотели реализовать ДГ. Ну, цель была, опять же, поджать. Я бы посмотрел сейчас с удовольствием на экономику команды КСГ. Вот теперь становится понятно. Итак, только у Миниса не хватает денег на закупку. И вот как раз-таки сохраненный АК-47 это то, что надо добрый гейминг в этом раунде. Вот посмотрим, посмотрим, чем закончится. Так, ну, будут ли ВП убивать? Непонятно, да, отдают все-таки они этот АТКМ. Ну, здесь целью, наверное, все-таки больше является самим не погибнуть, потому что одного потеряли. Четверо в живых, это солидный, на самом деле, плюс. Три-семь. Три-семь, и Virtus.pro пока что, в принципе, очень неплохо оторвались по счету. Они ставят в тупик команду ДГ. Смотри, какая сложная ситуация по экономике заставляет играть, например, Zepera без армора. Опять же, первая армора на цента. Ну, про скидки все нормально, но вот единственное, что поляки, они такие, я про Virtus.pro, они такие провокаторы, что заставляют все выкидывать. Минис не проверили, но в дым с Next его моментально нейтрализует. Три-четыре ситуация будет попытка занять длины, и Йоли уже на позиции. Вообще какой-то коварный раунд придумали Virtus.pro, но, тем не менее, задумка провалилась после двух шикарных минусов от Миниса. Ну, они вот два раунда просто разыграли, знаешь, в мидл, знаешь, что это самый, по-моему, такой слабый момент у ДГ в дефенсе. Три-семь. Три-семь, и выход на длину продолжается, но он должен, в принципе, более успешно был сыграть, чем его тиммейт. Но ни тот, ни другой не справились с мячу, и пока что, знаешь, пытаются все-таки вернуть, вернуться в игру ребята из ДГ. Ну, такая ровная первая половина у нас пока что выходит. Действительно нельзя сказать, что Virtus.pro полностью доминирует над своим соперником, и в тот же момент нельзя сказать, что провалились или сверхъестественно как-то играют добрый гейминг. Так, Snacks. Вот моментально, моментально разменял. Правда... Ну, из-под тяжка Минисс хорош, а вот за отсутствие внимательности Virtus.pro получает неос. Что ж, повторная попытка атаки длины, на этот раз темп игры намного более быстрый, таз ныряет в дым и просто должен задавить весь, всю защиту длины. Правда, Минисс также сыграл агрессивно в центре, не дав... Смотрите, сплит атаки не будет, 3 в 3. Тут просто сплошная агрессия с обеих сторон. И вот уйдут ли, уйдут ли здесь Virtus.pro, играют на выдержку или все-таки попробуют здесь взять тараном. Да, взять тараном это их план, но он уже не сработает. Таз в сложной ситуации на длине, он ждет тиммейта, который должен сыграть и пропет, это Snacks, и Snacks не везет с Тлебема, Узиниу расправляется с Тазом, ДГ отвечают и берут пятый раунд на второй карте. Заметь, несмотря на то, что Virtus.pro действует максимально быстро, XKSG действует, по-моему, в два раза быстрее. Вот как только поляки выходят на длину, моментально вливается игрок через миду и уже готов заходить в спину. А вот Virtus.pro они предусматривают такой момент, где нужно все-таки... Ну, знаешь, вот заходите на длину, открылись, минус два сделали, подождите в нуле чуть-чуть, подождите в нуле, и у вас не будет никаких проблем. Вы просто убьете весь суппорт, который туда будет идти. Ну, я думаю, что вот к концу этой половины, я думаю, уже сейчас это понимают ВП. Да, и посмотрите, сыграли аккуратно, проверили Тэшку, чтобы не было таких непредсказуемых аркадок. Но Минис был, опять же, хорош в двух раундах. Вот его нестандартные агрессивные действия и манеры игры принесли все-таки раунд его коллективу. Смотрим за попыткой сыграть на этот раз по центру, и здесь, по-моему, будет плотный ретейк. Но по таймингу что-то игрок защиты ушел. Раскидка, флешечка. И моментально врывается. Как жестко раздает мячу плюс Минис. Стас единственный, кто сумел дать размен в этом моменте. Минис и его также спокойненько забирает. Это уже второй минус для этого парня, и наценка не дает отойти с центра. Знаешь, карта ДАС-2 максимально тимплейная. И вот в данной ситуации добрый гейминг действительно показывает образцовый тимплей. Вот эти парные выпады под флешку, к ним Виртус Про абсолютно не готовы. Четвертый раз, кстати, пошли на мидл Виртус Про. И вот прошу обратить ваше внимание на лица Виртус Про. Вот когда все шло по их плану, действительно были спокойны, хладнокровны. Но вот стоило добрый гейминг взять три раунда к ряду, моментально картина кардинально изменилась. Но не будем забывать, что инициатива выбора стороны была за ДГ. Они выбрали защиту в надежде на то, что львиную долю раундов все-таки, наверное, оставят себе. Так, интересная позиция на длине может сейчас работать у игроков Виртус Про. Но вот как жестко здесь накалил Бьолина. По нему реактивно просто проходит инфа. Мячу уничтожает с подъема. Три в ноль. Ну и 7-7, как я и говорил. Счет первой половины будет скользкий. Да, 8-7 не избежать. Вот только до конца непонятно, кто же вырвется вперед. Да, ну вот, знаешь, даже несмотря на это, думать уже можно о втором пистолетном раунде на этой карте. Вот он будет, наверное, самым ключевым. И даже если его, например, возьмут ВП со счета 8-7, они получат преимущество. Но я уверен ненадолго. Ведь, как ты отметил, тимплей команды ДГ, который здесь действительно великолепен в атаке, он может сыграть еще жестче. Он может сработать им на руку. Опять же, скорее всего, мы увидим с тобой серию быстрых раундов за нападение. Ну, когда ДГ, естественно, будет играть второй период этой карты. Пока 1-0 по картам. Напомню вам, что пик команды Virtus.pro был взят ими. Это был мираж. И какого-то суперответа от ДГ мы там не видели. Но попытки стараться. Они были, они присутствовали. Ну что ж, закидка аплента готовится сейчас. Кстати, посмотри на карту. Вот что происходит. Там было солидное укрепление на базе. Но вот в итоге игрок, который находился на КТ-спауне, все же стянулся ближе к базе Б. Так, ну вот халявка сейчас должна ожидать у нас миниса. И он промазал 4 в дым. Дым на КТ. Еще один игрок защиты в окне. Падает защитные секунды. 3 в 4. И Virtus.pro блестяще атаковали. Первые шаги на этой карте. Такая себе халявка получилась. Ну, да. Ну вот. Вот все упирается в одну ошибку. Промахнулся моментально. Все кардинально на карте поменялось. Опять же тайминг. Ну, а вот здесь некуда уйти. Он понимает, что его будет выкуривать. И на центре видит. С центра делает минус. Но все равно численное преимущество по разменам на стороне атаки. Сложная ситуация. Даже ряд сложных ситуаций мячу вынес 2 в 2. Вот это жесть. Не тот поворот, на который рассчитывали игроки нападения. Но тем не менее с выпадом после флешки парни справляются. Виктор Войтас справляется также с верхним темным. И на центре погибает. И ситуация меняется. И Virtus.pro все-таки забирает первую половину. Ты вспомнишь, что говорил по концовке первой половины на карте Mirage? Что? Хорошая команда забирает последний раунд. Ну, да. Да, потому что команда так и должна. И что сделали Virtus.pro? Они показали, что они хорошая команда второй раз. В очередной раз. В очередной раз, да. Стараются. Ну, знаете, вот их мотивация не нуждается в представлении, в объяснении. Опять же, именно здесь, в Киеве, еще в Киеве, в Киберспорт-арене в 2012 году эти парни впервые выиграли в дисциплине CSGO. На тот момент, правда, у них не было ярких конкурентов именно на том чемпионате. Но после него их дела пошли в гору. И организацию потом себе нашли. И, кстати, организация тоже наша. И это вдвойне приятно. Итак, второй пистолетный раунд на карте Dash 2. Давайте смотреть, что же придумают добрый гейминг. У поляков вообще просто что-то невероятное происходит. Три Декоя на Апланте. И в четвером Virtus.pro пытаются Аркадий в базу B. Там что-то возвращаемся в 2006. Да, это действительно как-то оскульно. Тем не менее, Биоли проверяет Маузинья. Четыре в четыре. Но вот Филиппа потеряли на Апланте, и это проблема. Да, ему надо было пожить. Теперь одна позиция точно неизвестна. Но то, что игроки коллектива ДГ находятся на точке А, это понятно. Иноцент будет греть спину. И вот тут сложная ситуация для Virtus.pro. Она двоякая. Если они справляются с перестрелками, то все может получиться. Снекс пропустилось. Первый минус Паша бицепс. И вот после разменов. Ну, там есть сейчас Снекс на длине. А вот иноцент на дигзаге остается в полном неведении. В итоге два в одного и... Нет китов. Бомба на дигзаг. Нужно дожидаться второго, и то ставит жесткий хэдшот. Не дефьюзи при этом бомбу, не дожидаясь своего тиммейта. Но, черт возьми, как мог зажечь иноцент в этой пистолетке. И что самое интересное, бомба минируется практически на последней секунде. Ух, это было близко. Запредельный уровень концентрации в этом пистолетном отвертый спло. Кстати, именно эти парни придумали адскую пистолетку на DICE-2 еще в прошлом веке. Даже, как сказать, в старой версии игры, в 1.6, раунд, когда три человека остаются на центре и чекают длину, именно просвет. В позициях сидя, один смотрит на мидл, один на бетом просто так себе гуляет. Короче, акцент на базу Б, но по длине проходящие игроки несут максимальные потери. Да, у них там просто никто не проходил. Они так еще и девайсные раунды, кстати, играли. Что ж, есть уже первый DMH дилинг по минису. Вау! Так, не дают играть Паше Бицепсу, нужно уходить с опасной позиции. 25 кп, приходит Бьоли. Ошибка, слишком наглые действия заставляют Virtus.pro нести потери. Уже 3 в 2 на длине ответственной за весь Аплент остается, по-моему, Нео. И его убивают. Вот это поворот. Да, казалось бы, на ровном месте. Точнее, не казалось, а просто на ровном месте Virtus.pro придумали себе невероятные проблемы. А вот как играть дальше будет без экономики? Пока непонятно. ТАСС один на один, плотно попадает по минису. Неужели второй раунд подряд мы будем смотреть за зловещей игрой? Ну, вот опять нет. Нет гитов, что ли? Снова вот этот поворот. Ну, не везет. Не везет здесь немного. Игроку команды Virtus.pro имени ставят сногсшибатели минус UMP. Невероятный раунд в исполнении добрый гейминг. Вот это постарались. Без арморов, строго на пистолетах. Промчались по зигзагу. И действительно Virtus.pro нагорчили в очередной раз. Ну, вот опять же, опорник Аплент А сыграл максимально некачественно. Ты про Пашу Бицепс? Нет, я про Нео. Вот ему надо было жить до последнего момента, потому что ТАСС был уже на КТ. И рисковать в перестрелке было просто нельзя. Вот это Гренко. Просто царская. 5-7 от Нео. Есть минус. Видит второго. Да, дал он путь, что там массовое укрепление. Пойдут ли ребята из ДГ дальше? Вот в чем вопрос. 4-4. Ну, Филипп неплохо поработал. Забрал Иносента. При этом оставил в Маузине и Министу еще по минус 50% здоровья. Как попадает Минист? Ну, с Пашей Бицепс справились. 3-4. Огонек. Ну, Огонек что-то здесь не долетает. Правда, опять же, стрельба и командные взаимодействия позволяют ДГ выиграть эту перестрелку и пройти на точку А. Ну, без проблем для них. В итоге Виктор Войтас один против четверых с 5-7 в руках. Постарается найти хотя бы парочку минусов. Возможно, подобрать какой-то девайс, если это дадут сделать добрый гейминг. Ну, пока может зацепиться за центр. Опять же, Сперо открылся, но, опять же, открылся не просто так. Открылся, чтобы сделать фраг. Был готов к этой перестрелке. Что ж, экономика упала при счете 9-9. А вот игроков команды ДГ с деньгами будет все, по-моему, супер, супер замечательно. Они сорвали куш. И этот куш называется берете пистики, ломаете экономику, берете свою карту. Virtus.pro, кстати, наверное, осознают печальность момента. И то, что вот им тимплея при выбивании, а, не хватило. Не нужно было рисковать с КТ. И посмотри, после дыма возвращаются обратно на Б-плант. А ДГ в этом моменте атакуют через СТ-шку и контролируют большую часть карты. Вот попытка угадать. Ничто иное, как попытку угадать. Ой, как ваша бицепсу здесь залетела. Неприятно, неприятно. Минист как знал, что там кто-то будет? Ну, как знал. Получил в голову, потом ответил спреем в дым. И действительно оказался сильнее. Снэкс на зигзаге. А как тебе то, что у него 100 хп? Вот тебе не кажется это странным? Бьёли. Ой, Снэксу тоже залетает. Отличный хэдшот. Отличные два хэдшота. Ну и все, что осталось. Просто добить игрока защиты на Апленте. Счет 10-9. Давайте смотреть экономику команды Virtus.pro. Сейчас для них будет самый важный бай в этой половине. Если эта закупка провалится, то экономически они уже уступают на несколько раундов. Знаешь, из того, что вспоминаю с участием команды Virtus.pro на втором дедасте, это в первую очередь дырявая защита. Дырявая защита, да. Ну вот посмотрим, насколько она дырявая будет в матче против Добрый Гейминг. Пока что за исключением пистолетного особых поводов радоваться нет. Ух, ну посмотрим, посмотрим. Так, Снекс, снайперская винтовка. Опять же, первый армур. По закупке все хорошо, но опять же, так же по закупке понятно, что контактные перестрелки будут, скорее всего, проиграны. Ну и по позициям, как ты видишь, Снекс сделал дав минус на центре. Ничем не успеет помочь тазу. Таз в очень сложной ситуации. Правда, Снекс помогает с двери. Вот как так, ДГ? Почему вы встали на ступеньках? Такой раунд вырисовывался. Они могли вчетвером без шансов зайти на плент без единого размена, но вместо этого, попытавшись понять, где находятся соперники, потеряли те считанные секунды, которые позволяли цепляться за этот девайс-раунд. Тут просто загоняют зверя, со всех сторон продавили из зипера. Ты видел, как в матрице просто он полетел за последним игроком? Почему Нео и как в матрице? Нео оттуда и пришел. Я помню, как он с двумя хп на карте Данюк разбивался в раундах один на один. Ну, там не ту таблетку съел. Бывало. Не, на самом деле бывало куча моментов забавных, поверьте. И игроков лучших, игроков десятилетия тоже. И резали, и сжигали, и потры сжигали. Что ж, ответный закуп. И Снэкс полностью читает действия вражеского снайпера, нейтрализует его в Ц-58. Действительно, не перестрелял, а именно переиграл Снэкс из зипера в этом моменте. Просто красавчик. Вернее, Снэкс переиграл зипера. Конечно. Итак, Virtus.pro. Ну, знаешь, при счете 10-10 я вижу, что ДГ изрядно плотно начинают напрягаться. Потому что у них не получается играть пока что более-менее качественно. Но видят вот ключик защиты все-таки опять же в атаке на Аплент в этом раунде. В прошлом раунде задумка СБ не удалась. Хотя по таймингу ты видел, что там все было, по-моему, замечательно. Они могли зайти реально и, не реализовав таза, просто забрать этот раунд себе. Что ж, игра в меньшинстве. Центр под контролем Миниса. Пока что на 3 АКМ рассчитывают ребята из ДГ в перестрелках и снайпер прикрывает. Опорник на центре, пожалуйста. Позиция тоже весьма непредсказуемая. На поздних стадиях раунда, конечно, эти нычки проверяются. Но, опять же, если не будет грамотной флешки, качественной флешки, то Бьоли может здесь закрыть. Да вообще интересно, кстати. Если обратить внимание на время, вот такого позднего тайминга в розыгрыше любой из атак, я такого не припомню. Решили сыграть, скажем так, по дефолту. На верочку. Да, флешки спрыгнули, будут делать плита плента, при том, что очень гибкие. Все, что нужно Нео, это попытаться как можно дольше жить. Но, опять же, количество флешек заставляет Нео отдаться. Паша Бицепс минус митчу. Каким-то рандомным спреем находит митч в дыму. Но открывается Сьяма, совершая ошибку и на цент. Один в два. Один в два. И все висит на волоске для и на цента. Четыре хп остается в его распоряжении, чтобы отыграть нормально. Он убит игрока на КТ, влетает флешка. Пуша нету. Игроки команды Virtus.pro боятся, но действуют все равно в паре. И без чека просто выход до контакта фраг с Юспой. Походу, инфа все-таки о том, чтобы в него плотно попали была. Ну вот знаешь, установленная бомба по-прежнему сохраняет интригу в этом матче. Virtus.pro вырывается вперед, но опять-таки же это им ничего не гарантирует. У XKSGL будут деньги на закупку. Будут. Должны быть. Должны быть. Ну вот сейчас посмотрим на экономику и посмотрим, какой там будет байордер. Ну вот как видим, все-таки снайперская винтовка им здесь вообще не к лицу. Ну не везет, просто не везет. Реально, Снекс прямо на опыте его переигрывает. Снова ответственный за Мидл остается Снекс. Он видит воскидку с C58. Попробует взять сейчас на тайминг, но песенка спета. Молотов в зиг, а вот это уже поворот. Тут по джинс прейдаун как жестко. Врасплох практически застает Паша бицепс трех игроков. Снекс при этом также зашел в аркадную позицию. И парни попробуют сейчас. Ой, тут просто шашлычок из сферы. О, шашлычок из сферы, еще один дым с парапетой. И это полный контроль Пашей бицепсом Мидла. Действительно полная, тотальная агрессия от Virtus.pro в центре карты DAS 2. Минист последний, но его замечает и не дает даже выдохнуть в этом раунде 12-10. А вот теперь давайте смотреть экономику. И возможно в этой экономике будет большой провал для ДГ. Бомба не стояла, бомбу не поставили. 3-2, да? Мало, мало денег. Вот сейчас, кстати, очень важно, заметь, сейчас очень важно взять паузу. Я не знаю, почему они ее не делают, почему они ее не берут, но с их экономикой это последний шанс хоть как-то исправить ситуацию и побороться. Ну, знаешь, наверное, вот те задумки, которые пытаются разыграть добрый гейминг, у них получается. Просто где-то допускают грубейшие ошибки. Ну, хотя в любом случае тайм-аут это не лишнее. Так, Паша бицепс добегался, нижняя точка закрыта и, в принципе, ДГ сейчас лакомый кусочек в плане информации для своих оппонентов. Ну, и с учетом того, что у Мичи есть еще АК-47 с армором, этот девайс может безрядно испортить настроение полякам из Virtus.pro. Так, бьёли мидл, таз B и ух. Так, что-то ДГ здесь долго думают, очень долго. Ну, времени у них, в принципе, еще минуты. Это хорошо, что тратят время, но, опять же, на их месте стоило все-таки перед этим Мэка взять паузу, потому что, обсудив и сыграв, например, какую-то заготовку, они бы также ломали экономику своим оппонентом. Не всю, но значительную часть потери мы бы увидели. А вот сейчас момент истины, и Мичи реализует АКМ. Отлично, есть девайс теперь у ребят из ДГ. Ситуация для Virtus.pro сложная. Вот излишние, опять же, излишние оттенки агрессии в начале раунда. Ну, вот она реализация АК-47-го. Действительно, Мичи был абсолютно прав, когда рисковал и покупал этот девайс. Уже забрал двоих, и при этом добрый гейминг остается вдвоем против четверых. И забрал троих, просто красавчик. Ну, вот он, One Man Army. Ну что ж, Снекс остается последний, единственный, кто в этом раунде мог хоть как-то поменять ситуацию. Но Virtus.pro здесь не переиграли своих соперников. Не в плане стрельбы, а просто сами допустили ошибку. Вот эти вот два раунда в защите им дали просто псевдоуверенность. Знаешь, вот действительно, это была чрезмерная уверенность излишек ее. Вот в какой-то момент поляки должны были найти в своем автомобиле педаль-тормоз и остановиться, отдать отдохнуть. В первую очередь себе. Снекс просто божит пока что при попытке сейва АВП. Остается один на один, но бомба слишком сильно пищит, и по понятным причинам ему здесь легче просто уйти на сейв. Кстати, бомба стоит вообще на него. Лол что? Просто лол что? Ну вот, несмотря на взятие раунда, все-таки проблемы по потерям у ДГ существенные. На самом деле, это был бай с одним АК-47 и тэками. То есть особо не тратились... Арморы. Не было арморов. Было два армора на всю команду. Вот посмотри, 6, 7, 5. Там уйма денег. И вот теперь смотри, если Virtus.pro сейчас берут, то мы опять будем смотреть этот каламбур экономический просто. Раунд через раунд. Да, действительно, вот сейчас момент истины для Virtus.pro. Проиграет раунд, скорее всего, отпустит добрый гейминг далеко-далеко вперед. Так, флотчики на центре для прохода под B-плэнс. Первый понял, что Снэк все еще в активе, играет со снайперской винтовкой. Но вот опять же, игрок команды Virtus.pro на этот раз намного более аккуратен, чем в прошлом раунде. Решили все-таки здесь не играть больше агрессивно. Этот риск уже привез их в никуда, привел их в никуда. И два на центре, один на точке B, опять же, слушает этот АТАС. Одного оставляют под двиной за дверью, что, в принципе, также позволяет более внимательно сконцентрироваться на центре карты. И Virtus.pro, в принципе, к выходу на центру должны быть готовы. Но вот куда пойдут ДГ, вот в чем вопрос. Опять же, они имеют шансы также захода на Аплэнт, при том, что там вообще один Нео, с которым пока что эта команда справляется налегке. Но уже идет перетяжка. Слушай, ну, какое-то чтение играет Virtus.pro сейчас. Кстати, заметь, как перестроились к СГ. Вот в какой-то момент бегали, аркадничали. Перестало получаться, моментально исправились. Медленные, верные раунды пытаются разыгрывать с этого момента. И пока что действительно все идет по их плану. Вы знаете, что мне кажется? Здесь сейчас будут проверять на зубок капитана команды Virtus.pro. Потому что именно туда, по большому счету, ДГ имеют отличные шансы пройти. Так, Аплэнт защищен на выпад. Начинается раскидка. Но это может быть, опять же, быстрый моб в сторону центра. Да, это фейк. Они раскидали фейково А. Опять же, по ошибиться, бездает инфу, что с длины никого нет. Услышат опыт на пропете. На медле расправляются с Бьоли. Вот эта невнимательность от ВП снова сыграла злую шутку. И Виктор Войтас, по идее, здесь очень крепкий. Ну, тут надо было, да, роль крепкого орешка отыгрывать. Но никто не знал до последней секунды, куда пойдет атака. Три в три. Шансы УВП все еще остаются на этот раунд. Но информация, которую они не получили, она может их заставить просто сейчас сохранить оружие. Да, все же будет сейв. Не хотят поляки рисковать, прекрасно понимая, в какой экономической ситуации находятся. Ну, это как раз таки то, что мы отмечали в предыдущем раунде. Да, что ж, фейк, фейк, в принципе, поставил в тупик дефенс ВП. Ну, вот не самое лучшее решение от Паши Бицепса. Агрессивный вариант сейва, и Маузиньо находит его первее. При том, что Паша мог понять, что в тэшке точно кто-то уже есть. Возможно, даже в нижней. Что ж, сейв двух девайсов, сейв ВП, сейв кольта одной флешки, дыма. Ну, вот знаешь, все равно удар по экономике существенный. Вот здесь ДГ могут переворачивать всю игру в свою пользу. Ну, как минимум на этой карте. И в случае победы. Так, теперь что по деньгам. У него есть дроп. Он любезно отдает его тиммейту, и у поляков вырисовывается практически оптимальная закупка. Да, да. Также есть Молотов. Один дефьюз на всю команду. Ну, в принципе, мы видим очень контактный КС, поэтому я не думаю, что здесь до дефьюза бомбы даже дело может дойти, если... О, перестреливает Снекса. Вот вспомни, Снекс сначала обыграл его, в первую очередь обыграл, а не перестрелял. Теперь уже сделал это из зипера. Четко по таймингу, в полном блайнде, находит Снекса и выводит свою команду в численный перевес. И опять идут проверять на зубок диффенс медла. Опять же, Бьоли справляется с первым. Дальше у него возникают проблемы, нужна подмога. И Бьоли ошибается. Какой свитч, просто не вовремя. Ну, сверхнагло сыграл минис, Бьоли никак не ожидал, что вот так просто второй раз выйдет игрок атаки. Что ж, Нео ловит блайнд на центре, дает инфу, но ДГ до конца не определились, куда же они пойдут в численном преимуществе. Итак, позиция Таза на Б имеет свои плюсы. Будет ли она реализована, пока абсолютно неясно. Дефенс 1-1-1. И вот если сейчас номер два, например, этому Узиниу, если я не ошибаюсь, сыграет в несколько неадекватной пуш длины, то у ДГ будет полный перевес вообще. Ну, что творит Войтас, просто... А вот это провал. Если 1-1 промахнулся с ВП, это позволило сделать бицепс. Ой-ой-ой, Мич, игра... Вот опять, ты видел? Он опять прыгнул. Это уже второй раз за сегодня на мираже уже был. Это целенаправленный прыжок. Он хотел проверять, что там снизу происходит. Тем не менее, ситуация 2-3, ее можно прожевать, бомба будет ставиться на длину, и Virtus.pro это уже понимает. Маузиниу, все-таки, кстати, и сыграл, как мы с тобой думали. Что все-таки дождется нужного тайминга. А вот как будут выбивать сейчас игроки команды Virtus.pro, я даже не знаю, потому что сложности возникнут сразу на длине, на КТ. Да, Филиппа уже забирают. В итоге вдвоем остается Таз и Паша. Ну, знаешь, как-то синхронности не хватило полякам при этом выбивании. Да, надо было все-таки сгруппироваться, сыграть с одной точки. Игра на подъеме. И как же невнимательно действуют игроки команды Virtus.pro? Бомбу надо дефузить. Что ж, игра в ситуации 1 на 1. Таз впивается в бомбу, у него нет дефьюзов. Его пытаются прострелами найти Маузинью. Ну, вот не знает о том, что нет дефьюзов у Виктора Войтеза. И, походу, это будет раздефьюженная бомба. Но пока полностью непонятно. 1-0. Он берет этот раунд без дефьюза. Какая боль для ДГ, друзья. Какая боль для ДГ. Тут больше какая работа от капитана команды Virtus.pro. Какую позицию выбирает при разминировании бомбы? Ну, а у него по лицу... Да ладно вам, это easy, easy. Все нормально. Ребята, все нормально. Кстати, а вот знал ли он, что у него нет дефьюзов? Вот в чем вопрос. Четко понимал. Только так можно было спасти этот раунд. Ну, просто бомба еще вдобавок ко всему была неочевидная. Ну, не совсем, опять же, тот дефенс с этой бомбой мы увидели, на которой обычно выигрываются раунды с длины. Но Таз получает однозначный респект. Он берет самый важный раунд для своей команды. И после чего, посмотри, принимается длина. Да, вот проблемки для добрых геймингов. При попытке выхода на длину потеряли двоих игроков, при этом никого не забрали. Но на размене в прошлом раунде они поработали. То есть даже несмотря на то, что были в меньшинстве, здесь попытка реализации выхода под флэш. И, в принципе, ситуация уже не такая приятная для ВП. Глядя на то, как Маузиниу тщательно проверяют каждый угол, можно понять, что он знает, что Паша Бицепс находится в яме. Но, тем не менее, Бицепс находит этот минус. Есть информация, что два игрока на длине. Сперра попробует реализовать свой ВП на центре. Ему удается увидеть Снекса и сделать очень быстрый фраг, который ставят в тупик. В принципе... И, посмотри, моментальное решение принимается Тазом. Да, это капитан. Быстро, оперативно поджимает базу Б. И теперь Виртус Про четко знает, что атака пойдет на Пвент А. А ДГ ждут этой перетяжки, но ждут ее с парапета. И после инфи Бьоли все становится понятно. Паш, бицепс? Нет. Как так, поляки? Точнее, Виртус Про по одному в каждом раунде. Два в два ситуация. И ДГ сейчас действительно показывают нам пот, который может потом вылиться в слезы игроков команды ВП. Что ж, Бьоли. Абсолютно непредсказуемое действие. Сейчас мы видим на его экране. Таз закрывает. Остается Сперру. Сперра ВП. Вот здесь бы на месте ВП не стоило рисковать. Опять же, это ваншот, ванкил. Они накидывают еще одну флешку. Видят Сперра. Надо что-то делать с этой бомбой. Правда, что-то вроде ТК проходит. Но как дефить? Как дефить? Пять секунд. Таз. Таз в очень опасной позиции. Все-таки накрывает Сперра. Сперра мог на самом деле сделать минус, если бы был чуть агрессивнее, не пытался играть вот из-под этого угла обзора. Уже второй раунд на волоске. Просто вырывают Виртуз Про из рук Добрый Гейминг. Я тебе больше скажу. Это делает Таз, который фанат Тасманского Дьявола. Это такой мультик был. Спасибо, Кэп. У него на кепке этот Кэп. Но многие не знают, понимаешь. Сейчас мультики не такие, как бы. 14-12. Давай о хорошем, да? 14-12, друзья. Виртуз Про не хватает двух раундов до победы. Ошибка могла произойти сейчас от Снекса, но вместо этого он вновь обыгрывает своего оппонента. Так, ну к этому вообще не готовы оказались Добрый Гейминг. По джиму от Нео мячу падает, а вот Маузиньо дает размен. Сыграл Маузиньо, сыграл Минис. Размены неплохие, но по демейдж-дилингу ситуация катастрофическая для ДГ. 2,10% здоровья. Это и бомба еще у Паши Бицепса. Ого, вот это кардбланш. Ну, походу, это 15-й раунд для Виртуз Про и отсутствие экономики для Добрый Гейминг. Ну и помимо всего прочего, стоит также отметить, что ВП взяли два специфически важных раунда в плане экономики. Первым они полностью парализовали закупок своего оппонента, а вот во втором они не дали им совершить камбэк. Но, как и бывает, друзья, на настоящем чемпионате ДГ еще имеют шансы свести эту встречу к овертаймам. Правда, подкрепить им... Ну, подкрепить им как бы нужно это все стрельбой, но в руках у них пистолеты. Правда, длину они пока что зашли неплохо. Пять тег девятых, при этом действительно дефицит по гранатам и вот как-то надо отыгрывать первый матч-поинт. Как-то, как-то, ну вот как. Ну, перестраиваются опять же на сплис, здесь есть подсадка в парыч и после этого... Ну, вот после этого снова контроль карту и Виртуз Про. Вот про Петя может быть сложный момент, будет ли здесь какой-то нашив, непонятно. Ох, как Нео здесь на волоске заставил сейчас своего соперника подумать, что оп, а может прострелят, а может нет. Что ж, будет ли еще одна флешка, давайте смотреть, пока не ясно, да. Нет, флешки нету, без флешки пытаются зайти, сносят Нео, но есть еще два опорника Аплента, но, друзья, это, по ходу, ГГ. Сэпс, Эси Перо один против четверых, и действительно, это ГГшечка. Это ГГшечка, друзья, и Виртуз Про. Вот так вот, нежданно-негадо, но на карте ДАС-2, на той карте, которую Виртуз Про принципиально отказываются играть, они выходят в гранд-финал. И они будут ждать своих соперников. Друзья, команда ДГМ отправляется в нижнюю часть сетки, где встретится с командой Натус Винсер. Они уже их обыгрывали на этом турнире, отправив Na'Vi в лузера. Теперь у Na'Vi есть шанс поквитаться. А в случае с ДГ им нужно наоборот, им нужно закрепиться в своем результате и попытаться обыграть рожденных, побеждать еще раз. Им надо доказать то, что произошло в первом туре. Это не была халява. Это была действительно мощная игра в исполнении добрый гейминг. Ух. Вот они, уставшие, но довольные своим выступлением. Команды, которые приписывали на этом турнире поражение практически сразу с момента анонса того, как мы их заинвайтили. Тетрадочка Кубина. Ну что ж, такой вот он третий день Инвентейшнала. Замечательные матчи произошли сегодня. Сегодня мы попрощались с командой Hellraiser. Сегодня мы попрощались с командой GodSense. Сегодня мы приветствовали команду Na'Vi. И сегодня они... Ну, завтра у них будет очень сложный день, что стоит не забывать. Ну, опять-таки же, с учетом того, что Na'Vi находится в нижней сетке и то, что гранд-финал играется по системе Best of Five, если я не ошибаюсь. Нет, B.O.3. Должно быть B.O.3. Должно быть B.O.3. Ну, B.O.5 это... У нас тимплей, он знает, я тоже. А кто прав? А кто прав? Непонятно. Ну, короче, Бог любит троицу. Третьего надо найти и узнать. B.O.3. Что же, друзья, настал тот час, перейти на рекламную паузу и передать слово аналитикам. А они уже будут обсуждать, что же пошло не так у доброй гейминга и чего же не хватило на их пике. Субтитры создавал DimaTorzok E-Gaming Bets. Мы принимаем ставки на компьютерные игры онлайн с 2011 года. Реферальная система для постоянных пользователей и бонус на первый депозит. Магазин игровых девайсов и лучший выбор платежных систем. Dota 2 и Hearthstone. Counter-Strike и StarCraft. World of Tanks и Лига Легенд. EGB.com. Ты точно знаешь, кто победит. Надоело играть с обычными скинами, но нет денег на новые? Разбогатей быстро с CS GO FAST. CSGOFAST.com. Это высокие шансы на победу. Несколько комнат с различными режимами игры. Ежедневно более тысячи игр. Пяти тысяч игроков. Двадцати пяти тысяч разыгранных вещей. Тебе не нужно много скинов, чтобы стать победителем. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok